пол седьмого утра мы в эле и идем кататься на поезде ставьте паузу смотрите сколько стоит проезд примерно 60 рублей так выглядит станции на заметочку кофты какие-то свитерки берите потому что ночью были на каком вентиляторе там ничего вообще речь не идет все выключается то что холодно спали под простынь пледик реально холодно прикольно ночью спать в шортах нормально но какой-то свитерок должен быть ну и в масках соответственно мы уже на станции ну смотри туристы все равно без масок как-то туристов не трогают это ну блин очень круто в плане комфорта но не круто плане пандемии понятно часик полтора так понимаю мы покатаемся потом нас третит машина с нашими вещами поедем дальше по плану и нас еще целый день будет экскурсии вагон ресторан свобода рай короче куда хочешь туда ходишь хочешь открывай хочешь выпрыгнуть назад это покомфортнее чем я ожидал вчера увидели мы на девятьярочном мосту проезжавший поезд там какой-то трэш был этот какой-то еще более-менее цивили вагон Такого поезда еще поискается с такой свободой. Играет музыка. Прикольность, умывальник, туалет. Кстати, самое интересное, не рассказываю, да? Для многих это важно. Ехать полтора часа, нам примерно, говорил, не помню. Есть какие-то сэндвичи, да? А, печеньки, водичка, кофе наливают. Это какой-то... It's coffee? It's coffee? А, ты видишь? Не-не-не, я просто подумал, мы салатимы что ли, люди. Не-не-не. Каждый минут 5-10 станция. Кто-то подсаживается, кто-то выходит. Что-то даже перекусить можно, но не рассчитывайте, что это будет вкусно. Вот, нам с собой бутерброды дали вообще чисто с овощами и с луком, блин, да такое. Не пошли эти сэндвичи нам. А здесь продаются, намазывают прям на хлеб, что-то острое. Ну, короче говоря, чай попить, да, здесь чай с молоком вкусный. Смотрите, как тесно просто. По ногам бьет иногда прям. А, кто-то там выглядывает. Не понял. Ну, так, короче, да, дай сюда попить. Главное, куда смотри, ладно? Идет в описание. Субтитры сделал DimaTorzok У чувака, видите, круглая штука в руке? Спросил, я не мог понять. Я видел, что водитель в начале поезда, когда едет, ну, в голове там поезда, передает ему этот ключ. Без этого ключа он не может проехать дальше, и они друг другу передают все время туда-обратно эту херь. Я не знаю, что это такое. Ну, короче говоря, какой-то старый механизм, блин, у них остался, я так понимаю, они не пользуются. То есть без этого ключа они могут проехать дальше, оттуда водитель потом передает дальше. Короче, какая-то схема у них существует, но очень странно, если честно. Вот так, с первой платформы на вторую переходят, чтобы быстренько в поезд сесть. А здесь поможем? Помочь надо мужчине. Все, он меня теперь плюс кормит тысяча пятцов. Сразу. Как он, бедняга, прикинь, чтобы сюда попасть, он перелез через тот поезд, и потом сюда зашел. Ты понимаешь, что ты почти со святым человеком теперь живешь? Я к тебе прикоснулся. Твоя рука теперь благодать будет раздавать повсюду. Жаль, что туман, жаль, что не погода такая. Было бы намного красивее. Лакшан говорит, что вообще умопомрачительные виды. Но в тумане тоже есть своя загадочность, знаете, какая-то мистика, наверное, ну, когда зелень с туманом, как будто рассвет все время какой-то вот-вот настанет. Дождик уже покапывает, прикольца протирать. Мне мой объектив, смотрите, какое дерево красивое. Лакшан видит, что-то коралловое дерево. Я не знаю, почему коралловое, но название есть название. Вот это все чай. Чайные плантации вот так выглядят. Острова Цейлон, бывшего, Свеланки нынешние. Чай, чай, чай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В то время туда-сюда бегал, пытался снимать, иногда были люди, чуть мешали, ну блин, приходилось немножко изощряться, но очень прикольно, круто, катайтесь обязательно на поезде, красиво. Чувак видел зимние уши такие на нем. Можно маски нарисовать? Круто, скажи, круто, красиво. Псю заходит. Наша машина. Пошу рюкзаки. Эй, да, как ты говоришь, ты посиди? Комарли? Он забил, упсад. Да, 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 шутка, мы же знаем. Мы идем и по глазам знаем. Садись, садись. Учись врать, учись. У тебя получится, мы верим. Какой помытка, что там красный. Да, да, да. Скажи, куда дальше едем, Лак-чан? Дальше мы едем в Нуар-эль-эль. Нуар-эль? Да. Почта. Почта, что дальше? Я учил в Бакуи-чьи, да? Сколько ехать? Молодец, да. Вот, почта, почта. Почта, да. Можно отправить домой. Так. И там вокруг и смотрят. Маленький англий называется. Маленький англий. Ага. Круто, там красиво место есть. А потом? Потом не искусило. Сюрприз. Сюрприз, понятно, окей. Квадрокоптер просто необходим. Сюрприз. Посмотрим. Мы немножко отъехали от станции, поднялись выше. Посмотрите, какой туман. Я думаю, что мы прямо в облаках. Высота 1450 метров над уровнем моря. Мы остановились на крутой кафешке с панорамой. Но мы ничего не увидим. Из-за того, что мы в облаках. Здесь часто такая погода. Мне ощущение, что пылина в глаза даже. Здесь часто погода, потому что мы высоко. Мы в горах. Смотрите, какая кафешечка. Пойдем посмотрим. Пахнет индийской едой, короче. Как здесь, блин. Было бы прикольно, если бы... Если бы и не... Попьем чайку и кофе, будем двигать дальше. Просто чай. Чайка? Масалат. Масалат. О, масалат. Там не езжи. Стуки. Давай, масалати. Попьем масалати. Нашу любименькую. Мы во всех азиатских странах стараемся искать масалати. Нужно для нас. О, пахнет, да, масалат. Оно? Да. Да. Ну, оно не острое. Вообще не острое. Не, ну не должно быть... Но это запах кумбеля есть. Но не острое. Ну, так мы пили в голове, не только рудфлю. Ну, не острое. Просто чай с молоком. А, ты имела в виду, нету насыщенности вот этой. Так нету, не хватает пряностей. Ну да, нету такой вот концентрации вкусной, как мы любим. Нет, так попробую. Одевайте теплые вещи, видите как. Экскурсия огонь. Скажите? Стоит? Прямо? 200%. Вот после этой ночи уже прям ощущение, что можно уже еще несколько дней так кататься и смотреть, 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 смотреть. Это первый день тяжело, потому что жара, подъемы, подъемы, устаешь. Потом ночь нормально отдыхаешь. Если главное, вы отдохнули, хорошо, все. Потом уже можно без конца уже так кататься, смотреть. Если комфортная машина, то есть кондиционером, ну, если жарко. Короче говоря, если комфортно, можно так без конца. И эта экскурсия вот просто настоятельно рекомендуем по таким панорамным точкам. Поезд тупо must have. Это вполне захотелось. Ходили все как обезьяны на этих поручнях, прыгали, блин. Ну, мы сидели, не знаю, из них там только когда перекусили чуть-чуть, там, 5 минут. Просто не хотелось садить, боялись потерять самая крутая карта. Берите шапку такую шерстяную с собой, с балабончиком. Мы сначала смеялись, как они, блин, ходят в шапках. Вообще есть сумасшедшие идиоты. А сейчас такие, если я говорю, где можно купить шапку, я бы не против сейчас бы одеть. Ну, реально, я говорю, что вот сейчас мы сидим в кафе комфортно, а на улице прохладно, если утро, если солнца нет, высота. Сейчас 5 минут пьем кофе и отправляемся. Все никак, не стартаним. Выйду, покажу вам вид. Пускай с туманом, с ветром, без солнца. Но, я думаю, знающий человек оценит. Даже говорить ничего не хочется. Ветеру, конечно, блин, холодно. С видом на такие локации просто слеза наворачивается из-за того, что я коптеры не взял. Эх, 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 эх. Как-то куда-то вставить и вам показать. Часик проехались по серпантину. Ну, так, убаюкивает, укачивает все сразу. Конечно, серпантины жесткие, вверх-вниз, прям плотненько. И мы остановились на 5 минут подышать свежим воздухом возле индуистского храма. Там вовнутрь, если заходить, нужно разуваться. Мы так просто мимолетом глянем, одним глазком. Как это все выглядит. Девочки, походка сапуши. Куда могу спуститься, это разуваться, наверное. Да, не ходите со мной. Леди, рейс и джентльмены. Это Нора Эльи. Так, это маленькая, это сейчас Англия. Англия. Мы ехали, ну, прям реально, домики как в Беверли-Киллз. С газончиками, с лужайками. Можно на конях покататься, на лодочках поплавать. Вот вокруг озера такого красивого. Как? Грегори. Грегори. Это Грегори кто? Озеро? Озеро, да? Озеро Грегори. Ну, Грегори, прям какой-то принц. Самая старая почта. Это самая старая почта в мире. Давай скажем, что в мире обманем. Да давай обманем подписчиков и все, будут сюда приезжать все. На Шеланке самая старая, да? Сколько лет примерно, помнишь? Год основания. Видно на камеру плохо, 1894-й. Кто там особо незрячий. Пойдем смотреть, что внутри. О, ничего себе. Можно купить открыточку, отправить домой. Петуха пацаны не поймут, конечно. В принципе, что-то можно и выбрать, да? А вот где этот Грегори? Не было тут озера? Чтобы показать. А вот такая вот почта. Какие-то грамоты, кубки. Так что, на политическом поле творится Шеланке. Все понятно сразу. Ну, такое, на 5 минут зайти, на 15, если вы захотите открытку отправить кому-то из родственников на родину или в какую-либо другую страну мира. Будешь отправлять что-то? Родители. А сколько стоит? Не-не. 30 рублей. Купи родителям, отправишь с чаем. Каким с чаем? Который мы купим. Куда с чаем? Им посылочкой, потом их будем отправлять. Ну, да, уже у нас. Ну, родители у нас живут не в Киеве, поэтому отправляем им посылочки. Из-за ковида редко видимся. Боимся их подвергнуть какой-то опасности, так сказать. Такую, покажи, 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 покажи. Красиво, похоже? Нет. Еще марку нужно купить, да? Сколько надо, 35 рупий еще, да? Да, потом отправим. Вранительные. Вместе с чаем. Короче, в сумме 65 рупий, да, и можно открыточку на родину отправить. Субтитры сделал DimaTorzok Это индекс. Да. А-а-а. Все, а теперь куда? Субтитры сделал DimaTorzok Иендр уроков. Субтитры сделал DimaTorzok Иендр сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А здесь уже теплее Хотя Лакшан сказал, что если была бы непогода Наверное, было бы холодно Но сейчас солнышко и вот в тени прям так свежо Знаете, такая летняя свежесть А вон рыночек на той стороне Мы на совсем чуть-чуть заскочили Что-то перекусить И рядочком рынок есть фруктовый Посмотреть, что есть Прикольно Ну короче, тут все жареное Все такое перченое 20 рупий штучка Прикольно выглядит, я бы попробовал Но как-то, блин Еще долго не проголодался даже А вот такие штуки популярные у них я смотрю Есть острые, есть не острые, сладкие Урубку есть любая штука Такая уличная еда, короче Можно? А, пончики А что ты купил? Можно попробовать? Да А что это? Улунду вады Улунду вады 40 стоит что-то Пончик Пончик с какой-то да, с пряностью Ну такая жирная штука Вы же поняли, это все жарится В Али В масле Я не знаю Там впереди есть Central Market Я надеюсь, мы сейчас одним глазком посмотрим Зайдем О, тут бананы покрупнее есть Это, наверное, подороже они Чем Baby, хотя странно звучит Он такой простой рынок Пока на первый взгляд А, с этой стороны фрукты кусок Яблоки, ничего себе Ассортимент яблок даже есть Хэлло 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 Ты хочешь ваниль? Просто посмотрите А что там такое? А то что, груша? А, нет вообще А, что это? Что такое? Да Не, не, не Что это? Что это просто груша? Не знаю, что это? Ну, ну Это корица, да? Нет, ванили 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 Одна штучка Три сотни руки Извиняйте, жую Пончик просто Нужно Как-то ради приличия Влада есть Не выброшу Банан Конечно, сортимент Круто Вот корицу предлагают За одну сотню Рупи За штучку Я вот не знаю Дорого Не, не, одну Сколько? А, сто 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 Рупи За штучку Да Короче Таисия Все скупает Эньки Ну, это здесь Наверное пользуется Спросом большим Прям Ваниль Тоже предлагают Это рыбка Уже сухая Блин, ну тут Надо быть с этим Осторожнее Она все так Не совсем гигиенично Проходит Вообще Эту всю Весь процесс Короче Сушку Я так хотел сказать Ну я Я такое обожаю И мне сложно Всегда от этого уйти Всегда хочется Я обожаю рыбу Соленую рыбу Сушеную Вяленую Ну, вяленую Но больше мне сухая Заходит Такая прям Здесь что-то накручивают Здесь, конечно, прикольно Всех Жена Страшно Не, не, не Страшно? Давай, давай, давай Можно ботулизмом заболеть Ботулизмом можно заболеть? Там вообще патронтаж Такой стоит Блин, красиво Выглядит Вот такой я обожаю Просто, блин У меня уже слюнки выделяются Но я не буду рисковать А то где-то в дороге Если желудок прихватит Будет вообще Не до приключений Знаете Я там один фрукт заметил Который мы до этого не пробовали Я думаю Мы сейчас его Купим, попробуем Маленький Такой Зелененький И волосатенький Я его фоткал Как-то же в инстаграме В эти давно выкладывал Ага Так, здесь сухая рыба А вот здесь свежая пошла Кальмарчики Но ассортимент Не такой крутой Как на Вилигаме Это палочками Они что Убирают эту вонь Просто Я так понимаю Но мука Она особо не отгоняет Как мы видим Зеленых Лакшан, это что, блинчики просто? Лакшан, это что, блинчики просто? Вот то, что вам дают В китайских, японских ресторанах Ну, с супом Ну, так подожди А оно же большое Оно когда жарится Становится маленьким Нет, это для спрингроллов Маленькая рисовая рисовая Нет, он вчера говорит Помнишь, мы брали с рисом и с лапшой на фотке? А, они жарят его в масле Он скручивается Как рисовые чипсы Да, только нам в Киеве чуть другие Они немножко как-то отличаются Хотя визуально очень похоже Ну, рынок колоритный Для нас, знаете, много чего-то нового Интересного, нестандартного Таисия, прям, смотрите Она уже оторваться отсюда Десять минут не может Скупается, скупает Побольше, побольше Ну, что, давай уже Поражать, да, уже? И пошли Не, ну, ну, все прикольно будет Ну Смотри, подожди Все покупает Стой, стой А, это что? Может быть, там схожая? Понюхай сейчас Понюхай, я не помню Пожди, понюхай Эмма, надои? Это мясо, острое Хорошо Отлично А вот такую штуку я хотел Это не фрукт, это овощ, да? А, это овощ И Лакшан говорит, придет к нам в гости Когда мы будем в Ки-Каду вяжеть В скором будущем И нам приготовить Крут овощей, конечно Так, бананы есть такие маленькие Есть вот такие побольше А дай покажу Вот это Чао-Чао называют А, Чао-Чао А есть вот такие Бананы, какие-то огромные Да, здесь другой А Чао-Чао, это овощ? Овощ? Овощ, это овощ Смотри, помнишь, я и сказали Дурьян, вот так? Ага, а эти бананы наоборот Для потенции, если кто не понял Такие нет у нас Вот это самое правильное То есть Эс-банана Ага Очень вкусно Очень вкусно Жарить надо? Жарить можно, кори можно готовить А так можно? Так, когда испили Можно, очень вкусно А это для мужчины Не совсем хорошо Одинаково Вот это вот самый популярный Эс-банана Он раз, не видишь? А весны бананы вот такая Но вот это я понял Понял, что ничего не понял Короче, все сложно Охра Охра А это баклажан Охра Винфит Баклажан Баклажан О, вон Кальраби Капуста Кальраби Ага, я люблю У нас тоже такая растет Пахнет, не кажется? Никак не пахнет Потом, потом Не совсем Гуаву Оля Все выискивает Короче говоря, что Прикольно Колоритивный рынок В принципе, все есть Ну, дурьяна нет Не сезон, да? Дурьяна Сейчас конец Середина января уже Ну, вторая половина января Так Все Сейчас в туалет В машину И едем мы на чайную плантацию На чайную фабрику Короче, как-то где-то вот так Ну, наверное, нужно сказать Такие маленькие резюме Два слова по поводу городка Мы его проехали Посмотрели часть Мало поснимали Мало о нем рассказали Но Я советовал бы больше По нему погулять Очень ухоженный город Такой современный Вот реально Такая Реально маленькая Англия В Шри-Ланке Знаете Ну, красиво, прикольно Стригут газончики Трактор ездит Там Конный спорт Как-то развит Конный спорт А, гольф-клуб, да? Есть какой-то Погуляйте Уделите время Есть озеро Где очень прикольно Можно погулять Там есть катера Там есть джет-ски В виде голубя Ой, в виде лебедя Такие кораблики маленькие К ним вы можете сесть покататься По красивому, спокойному озерцу С классными видами На дома Которые существенно отличаются От всего, что мы видели На Шри-Ланке Они реально такие Ну, богатые, дорогие особняки Вот реально Как будто мы Для меня это показалось Какой-то маленькой Швейцарии Знаете То есть, ну, девочки говорят Это же Англия Как бы маленькая Ну, вы бы не понимаете То есть, какой-то такой европейский городок Прям ухоженный Выстриженный Вылизанный Там классная ложбинка такая Очень пологий Короче говоря, ландшафт И очень все красиво Погуляйте Уделите время Мы просто проездом У нас планы Мы быстро-быстро Что еще можно посмотреть здесь Вот там, где я говорил Озеро Покататься на нем На конях Вокруг на озеро Можно гулять На лодке можно кататься На лодке кататься Если в гольф можно играть В гольф Хороший отель есть Там Грэн называется Самый красивый отель А, отель красивый Грэнт? Грэнт 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 Ага, Грэнт И там рядом есть Индийский ресторан Индийский ресторан Ну, там многое видел Магазины, рестораны Ну И там тут есть Как сад Как ботанический сад Ботанический сад Ага Маленький есть Там еще дальше Хакгала тоже может Кто? Кто там? Хакгала Который я А, ботанический сад Перед городом есть Ну, город не маленький Город Виктория Паг Это вот здесь прямо Да, да, да Можно там куда И там дальше Плантация чая Короче, имейте в виду Мы погнали дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова